Меня вывести из себя невозможно. Лучшее времяпрепровождение для меня – это я, книга или лекция, или обучение. И ноль людей вокруг меня. Да, вот ты на меня так смотришь, и я примерно так же вот так вот вытаращивала глаза и говорила, в смысле, сейчас вы будете меня ненавидеть. Но я с этим справлюсь, это моя задача. Но потом вы скажете мне спасибо. Мы хотим быть нутрициологами, помогать людям зарабатывать хорошие деньги. Что делать? Так, Ксюш, привет. Коля, привет. Я знаю, что вы запустили недавно интегративную школу нутрициологов. Поправь меня. Поправлю тебя, мы не запустили. Во-первых, мы очень долго получали лицензию, но долго, что это длительный процесс. Мы ее долго получали, очень длительный процесс официального лицензирования в Министерстве образования для того, чтобы выпускать дипломированных нутрициологов. И теперь официальное название – это Академия интегративной нутрициологии про здоровье, где мы будем готовить дипломированных нутрициологов. Для всех наших подписчиков я приготовила специальный подарок. Вместе с командой мы составили список из пяти базовых привычек, которые позволят вам прожить на десятки лет дольше, при этом чувствовать себя молодыми и здоровыми. Для того, чтобы получить подарок, необходимо пройти по ссылке в описании к этому видео, и вы получите подарок в ту же секунду на почту и совершенно бесплатно. То есть, по сути, вы сейчас обучаете профессию, у вас есть такая опция, чтобы люди приходили к вам, становились нутрициологами и несли правильное питание в мир. У меня есть вопросы по этому поводу, мне прямо, честно тебе скажу, интересно, может быть, мне самому надо уже менять профессию. Ксюш, скажи мне, пожалуйста, зачем вы вообще это все делаете? Мне в моем искреннее мнение, что вот у вас есть онлайн-школа великолепнейшая, которую прошли, и моя жена, и моя мама уже, можно сказать. И зачем вам, по сути, себе делать конкурентов? Мы абсолютно не делаем себе конкурентов, мы, наоборот, сами себе помогаем. Когда мы решили выпускать дипломировых нутрициологов, на тот момент, когда у нас в школе было уже год-два, и мы имели огромный пул наших выпускников, и наши ученицы постоянно спрашивали, а вы не будете обучать, а вы не будете обучать? Ну, сначала, ну вот нет, мы обучаем для себя. Но потом мы поняли, что люди серьезно воспринимают эту профессию, потому что все наши ученики увидели на себе, на своей семье гигантские результаты. Это был первый звонок, и было огромное количество запросов на эту тему. Второй момент, это когда наша школа разрослась, наших учеников стало десятки тысяч, и нам понадобились кураторы в достаточно большом количестве. Но я отношусь к этому очень серьезно, и я не могла брать куратора. Вот сейчас модно брать, просто я могу быть куратором. Как вы можете быть куратором, если вы не дипломированный нутрициолог? И мне лично в школу понадобились дипломированные нутрициологи. И тут случился первый транс, потому что их просто неоткуда было брать. И даже если были дипломированные нутрициологи, например, с дипломами, но мы же не берем всех, у нас есть достаточно жесткий отбор. У нас есть тестовые задания, у нас есть огромное количество кейсов, которые нужно пройти, потом собеседование и так далее. И мы, сидя с моим руководителем кураторов, просто сидели и несколько недель рдали, потому что то, что мы видели, как проходит кейс-а-кейс, это случай, живой случай, допустим, с нашим учеником. Когда ты даешь, вот у тебя есть клиент живой, вот Николай, ему 27-28 лет, у него такие-то диагнозы, у него такие-то симптомы, что ты будешь с ним сделать? И нужно максимально подробно интерпретировать лаб-диагностику и описать. Это тестовое задание? Это тестовое задание. И уже на этом этапе вообще никто не справлялся. Я уже не говорю про какие-то другие компетенции, про эмпатию, про умение работать с клиентами, умение сопровождать, отвечать и так далее. И мы просто прям сидели, я помню тот день, когда мы сели и сказали, ребят, мы просто должны готовить сами себе нутрициологов, как мы это хотим. Ты на самом деле предвосхитила мой следующий вопрос, потому что у меня он написан так. Ксюш, по моему мнению, нутрициологов в России дохрена. И внимание, вопрос, а тут ты говоришь о том, что вы не могли найти себе. Их вообще практически нет. Да, кто-то готовит сейчас, начинает. И это не тот объем. Это вообще не сколько на самом деле. То есть я вот, мы с тобой говорили, и я это знаю, и я это, вот сейчас это подтвердили на последней конференции, что на одного врача должно приходиться 4 нутрициолога, если мы хотим помогать людям восстанавливать здоровье, если мы хотим, чтобы сокращалось количество заболеваний, если мы хотим, чтобы люди не госпитализировались в принципе. Чтобы ты понимал, я даже делала запрос в СНМ, к колледж антропатической медицине в Лондоне. Так как я их студент, они говорили, да, Ксень, без проблем, мы разместим эти вакансии. И то есть я даже уже до Лондона доехала, чтобы взять себе дипломировых нутрициологов. Но тут вопрос, ты можешь называть себя нутрициологом, вопрос твоих компетенций. Получить сертификат, пройти двухмесячные курсы, это не значит быть нутрициологом. А такие есть, да? Такие есть, и они есть в огромном количестве, они выдают не дипломы государственного образца, потому что для этого должно быть 256 учебных часов, ты должен предоставить свою программу, доказать, что она работает, что она действительно закрывает абсолютно все компетенции, которым должен обладать нутрициолог. В рамках трехмесячного курса это сделать невозможно. А у вас это получается все? У нас годовая программа. Годовая? Годовая программа, да. И даже далее у нас будет еще возможность расширения, где мы будем привозить иностранных преподавателей и делать более углубленные кейсы, разбирать их. И есть, скажем так, то сейчас человек, который идет обучаться, он получит профессию интегративный нутрициолог. Да, мы хотим еще давать еще более глубокие знания. Окей, хорошо. Допустим, вы все это сделали, и через какое-то время, через год вышло 2-3 тысячи настоящих нутрициологов, дипломированных. Клиентов-то всем хватит? Коль, чтобы ты понимал, каждый человек в России – это потенциальный клиент. Просто сейчас еще это не все осознают, но это не только люди в России, это люди по всему миру. Так же, как у нас учениц учатся из 45-6 стран мира. Так же и твои клиенты – это люди со всего мира. Особенно, если, допустим, у тебя есть знание языка. Но даже если просто ты разговариваешь на русском языке. То есть, потенциально, твои клиенты – это все, учитывая наше питание, образ жизни и болезни, которые мы умеем, здорового человека найти практически невозможно. И нутрициология находится еще в зачаточном состоянии, то есть ее популярность будет только расти. И я тебе хочу сказать, что, естественно, часть лучших студентов мы заберем сразу же себе. То есть, на самом деле, я же этот подслушала. У нас есть ребята, очень известная компания, IT-компания в Челябинске, которая имеет офисы в Кремниевой долине. Они одни из самых популярных IT-компаний вообще в России. И я общалась с основателями IT-компаний, говорю, «Ребята, у нас гигантская проблема есть с командой, мне неоткуда брать людей. Как вы решили эту проблему?» Они сказали, что мы создали в каждом институте обучающей кафедры, где учатся абсолютно все желающие. Они говорят, что, конечно, да, мы растим абсолютно разных специалистов, и мы растим в том числе и сами себе конкурентов, но первые ягодки лучше мы заберем себе. И в этом огромный плюс. И вот, собственно говоря, мы решили идти по точно такому же пути. Да, мы будем выпускать дипломировых нутрициологов, да, если вы лучшие студенты, если вы сдали экзамены, если вы решили все кейсы и умеете сопровождать, естественно, вы автоматически трудоустраиваетесь в нашей академии. Твое мнение, твой ответ, клиентов будет много. Клиентов будет много, но я это знаю по себе, Коль, ну, то есть я еще три года назад столкнулась с тем, что очередь ко мне была на шесть месяцев вперед. Вот, естественно, мы не скажем, что любой нутрициолог будет иметь такой, так же, как и любой врач, любой другой специалист. То есть вопрос твоих компетенций. Я бы здесь с тобой, наверное, хотел поспорить, потому что, я извини, пожалуйста, в моей картине мира идеальный клиент для нутрициолога это человек, который осознанный, который принял решение взять ответственность за свое здоровье. Ну, вот, например, допустим, мой отец. Ну, мою маму мы уже все знаем, но мой отец, когда я такой, типа, ой, я макарошки не буду, ой, котлеточку, пирожечку я не буду, вот, а может у вас овощи есть, и батя на меня смотрит и такой, типа, очень странно. Какая-то секта, что ли, у вас, или что? А у нас, да, у нас секта. Коль, ну, вообще, мы можем, конечно, глобально углубиться в повышение уровня осознанности людей, и многие знают в том числе про эру водолея, которая идет, но это глобальная смена жизненных позиций и концепций. То есть, если раньше люди, там, работа, дом, поесть, хобби, поспать и отдохнуть на выходных, то сейчас совсем другие люди, совсем другая молодежь, совсем другой уровень осознанности. Вообще, люди очень сильно поменялись, и если наша основная, допустим, целевая аудитория была, там, это 35-40 лет женщины, то сейчас это мужчины 40-50-60 и даже 70 лет, это люди в возрасте от 20-25 лет, которые уже больные, но они понимают, что у них 30 уже будут вообще никакие, а у них еще нет ни семьи, ни детей, никого, поэтому вот эта целевая аудитория, она за последние 3-4 года вот расширилась просто до невозможности. И на самом деле достаточно одного осознанного человека в семье, который потом транслирует это на все. Вот, грубо говоря, возьмем тебя. Вот есть ты, ты даже при этом просто делал это, потому что это твоя профессия, да, но ты посмотри уже вокруг тебя, это твоя жена, твоя мама, у них не было даже задачи такой, прийти и это делать. Но тогда, когда один человек меняется, он меняет все свое окружение. У меня было точно так же. Один человек в семье, который приходил ко мне, неважно, это девушка или там молодой человек, потом были все и дети, и родители, и друзья, и родственники, и это так важно, чтобы был результат. Вот, прости, мама твоя, что сказала на последнем видео? А я смотрю ваши stories и думаю, так он и так у меня стал красавчик, куда же еще лучше? И вот все родственники тоже так думают, я думаю, на них смотрят, думают, ну, неправда классно выглядит, я тоже так хочу. Ну, я на самом деле услышал твой ответ, когда ты сказал о том, что целевая аудитория 40, 30, 40, 50, 60 и так далее, ну, вот, а как, если мы возьмем новое поколение, там, 20 лет, 25, 30, у этих людей просто кока-кола по жилам течет. Вообще не так, Коль, ну, есть люди, у которых кока-кола по жилам течет, а есть люди, которые уже молодые предприниматели, IT-специалисты, которые работают там в онлайн сфере, вообще-то они видят, как живут люди по всему миру, вообще они очень хотят быть здоровыми, и, например, их нездоровье мешает им реализовывать себя, поэтому это абсолютно не так, у меня даже есть огромное количество молодых ребят, молодых парней, которые, например, у меня платят большие деньги за вип-сопровождение, и им там 25-26 лет, а люди, прости, платят огромные деньги. Окей, хорошо. Ответ клиентов много, внимание, вопрос, а как до них дотянуться? Ну, потому что мое искреннее мнение, что если у тебя нет раскачанных соцсетей, у тебя нет огромных рекламных бюджетов, ты вообще не бум-бум в маркетинге, то... Ну, ты сейчас записываешь меня в начале, допустим, моего пути, и когда у меня был инстаграм, у меня не было никакого рекламного бюджета, у меня было никакого раскрученного инстаграма, у меня была школа, ничего, была я и моя работа. И я... Ты просто много работаешь, и это... Много работаешь до первых результатов. Когда ты делаешь результат, во-первых, это старое доброе сарафанное радио, которое никуда... И на самом деле это работает в разы лучше, чем, допустим, продажи какие-то там на... Назовем это там на холодную аудиторию, потому что тебе лично сказали, что вот ты посмотри, я тут был весь в аллергии, а сейчас у меня ее нет. Вот у меня работало, например, в оффлайн-среде именно так. Онлайн-среда, да, потом когда-то выкладываешь отзывы, когда-то выкладываешь фотографии до-после. Я, например, никогда не делала все специально по каким-то шаблонам, это было просто. Я работала, понятно, что там, допустим, когда-то потом с таргетированной рекламой в рамках академии, школы, да, этот процесс может идти гораздо быстрее, но изначально есть ты, твои результаты и отзывы о тебе. Давай вопрос в лоб. Я начинающий нутрициолог, у меня нет раскачанных соцсетей и рекламного бюджета, у меня, допустим, тысяча подписчиков в инстаграме. Могу ли я зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц? Смотри, не могу сказать, что да, можешь, в зависимости, если ты много работаешь, однозначно, да, у меня так было. Почему? Потому что, но тут вопрос, какое количество часов в день ты готов работать, то есть, какова твоя цель? Два часа в день поработать, остальное время я смотрю сериальчики? Ну, нет, да, если мы говорим про начальный старт. Я работала очень много в самом начале, по 16, по 18 часов. Не для всех это подходит и не всем, возможно, это нужно, но я работала не для того, чтобы заработать. На самом деле, когда я начинала практиковать, у меня еще была другая параллельная профессия и я вообще это делала не для денег. Я это делала для опыта, я это делала из огромного интереса, из огромного интереса по результатам и меня это очень сильно вдохновляло. Но ты должен понимать, что, например, я крайне неленивый человек, то есть, менее ленивого человека найти очень сложно. И если ты считаешь, что да, я антрециолог и теперь все само, но это не работает ни в какой профессии. Я правильно понял, что можно совмещать это как-то, ну, например, я работаю в офисе и по вечерам... Конечно, ты можешь... Однозначно, да, и очень многие так начинают, потому что, естественно, особенно, ладно, когда ты, допустим, студент, и ты сразу выбрал эту профессию, но большинство людей меняют это. И ведь, потому что, когда мы были, допустим, я тоже самое, мне было 16 лет, я поступила в институт, я стала экономистом, потому что на тот момент это было модно. Ты либо юрист, либо экономист, это было круто. Вот, кто выбирал, что ты в 16 лет про себя знаешь, ничего. И поэтому, конечно, был период, когда я не понимала, нужно ли мне отказываться от первой профессии, ты можешь от нее совершенно спокойно не отказываться. Да, ты можешь консультировать в рамках своего свободного времени, если ты это позволишь, и понять потом приоритет чего. У нас же было так, например, с нашими кураторами в школе, когда мы поначалу позволяли совмещать, например, вы работаете в школе, и вы можете совмещать, но потом мы понимали, что это невозможно. Качество подойдет. Качество, да, и у нас оставались нутрициологи, да, у нас кто-то из лучших уходил, например, и я уважаю эту позицию, но те, кто оставались у нас, это было правило, что ты работаешь в школе, при этом ты вообще ничего не делаешь для поиска клиентов, это надо тоже понимать, вот, но и ты не работаешь на стороне. Ну, я здесь могу сказать, что есть разные люди, кому-то вот именно хочется делать, кому-то хочется создавать свое. Кому-то нравится развивать, кому-то нравится развивать соцсети, кому-то нравится это общение, абсолютно. Вот у меня вопрос появился, ты сказала, что ты очень сильно, как говорит моя мама, ухайдокивалась, по 18 часов в день работала, если я правильно понимаю, профессионный нутрициолог, сводится к тому, что ты смотришь анализы и такой, о, не хватает, не хватает, не хватает, вот пейте вот это, ну, как бы, где здесь тяжелый кропотливый труд? Это вообще не так, смотри, во-первых, ты проводишь изначально консультацию, то есть, как это выглядело у меня, причем, я тебе хочу сказать, что когда я начала практиковать, этому вообще никто не учил, как работать с клиентами, вот, например, сейчас, да, мы запустили Академию нутрициологии, у нас будет бизнес-кафедра, у нас будет кафедра коучинга, где мы будем обучать, как ты должен работать с клиентами, как ты себя позиционируешь, как ты выставляешь границы, в том числе, потому что у работы с людьми нет границ, чтобы ты понимал, мне писали ночью, утром, по вечерам, мне там скидывают, прошу прощения, какашки практически каждого члена своей семьи, и ты должен уметь выставлять границы, возвращаясь к тому, а какой здесь труд, так вот, чтобы ты понимал, у меня были предварительные анкеты, которые я анализировала, после этого я выходила и минимум полтора-два часа, а иногда больше, ты общаешься лично, и если ты хороший нутрициолог, ты погружаешься в жизнь человека, в его состояние здоровья, в описание абсолютно всех симптоматики, потом ты голосом абсолютно подробно рассказываешь абсолютно все, что мы должны делать, какой у нас будет путь, ты при этом должен еще мотивировать каким-то образом человека, и потом начинается еще сопровождение, ответы на вопросы, и понятно, что это сейчас у меня есть вопрос стоимости моего времени, а когда ты только начинаешь, ну ты должен выбирать, и я, кстати, проводила интервью для того же CNM, колледжа антропатической медицины в Лондоне, потому что мы стали одной из крупнейших онлайн-школ вообще в онлайн-среде в России, и они брали у меня интервью и говорили, как стать успешным антрециологом, я говорила, что вы должны очень много работать, любить клиентов, любить людей, и вы должны им помогать, потому что, когда у вас заканчивается время сопровождения, многие могут сказать, ну ребят, ну у вас сегодня такое-то число, у вас закончилось сопровождение, у меня не было такого никогда, у клиентов могло закончиться сопровождение, они мне могли написать через месяц, дослать анализы и так далее, и никогда я не говорила, извините, доплатите, у вас закончилось сопровождение, поэтому моя была цель довести до результата и получить определенный кайф, в том числе от того, что ты вот привел человека вот к такому результату, и многие вообще меня не поняли, когда я давала это интервью, потому что говорят, вот вы говорите, но вы так и не сказали, как стать успешным антрециологом, я говорю, а я ответила на вопрос, как стать успешным антрециологом. Я правильно понимаю, что по сути самое сложное в профессии нутрициолога это общение с людьми? Да, это очень сложно, потому что это, во-первых, но надо сказать, что это огромный опыт, чтобы ты понимал, после такого количества лет ежедневного общения с абсолютно разными людьми меня вывести из себя невозможно, меня не может вывести из себя никто, ни ребенок, вообще не происходящие события, потому что ты работаешь с мамами, с женщинами в стрессе, с мужчинами абсолютно разными, ну то есть с таким количеством людей и абсолютно у всех разные запросы, претензии, характер, условия работы, и естественно не бывает так, что ты до людей, на кого-то надо очень мягко, кого-то нужно наоборот надавить, кого-то нужно в хорошем смысле слова поставить на место, потому что на всех работает по-разному, потому что из тебя могут тянуть жилы, тебе могут врать, не выполнять и так далее, то есть это большая психологическая работа. Ты однозначно не советуешь эту профессию интровертам, которые не умеют общаться с людьми. Ты знаешь, интроверт, вот я тебе хочу сказать, что вообще-то я очень в жизни закрытый человек, закрытый, да, никто про меня так не думает, те, наверное, про меня не думаешь, но в смысле я открытый с людьми, у меня абсолютно ничего нет, я совершенно спокойно общаюсь, но чтобы ты понимал, лучшее времяпрепровождение для меня, это я книга или лекция или обучение, и ноль людей вокруг меня, это я, то есть я абсолютно закрываю все потребности в общении с людьми, общаюсь со своими клиентами, но это как бы не, поэтому интроверт нет, абсолютно нет, я бы сказала, что самое важное, это эмпатия, это действительно желание помочь, вот я абсолютно считаю, что не нужно быть нутрициологом, человеком, который идет сюда ради денег, только ради денег, деньги это хорошо, ну как бы деньги, на самом деле для меня это энергия, это обмен энергии, то сколько ты отдал, это то сколько ты получил назад, я не воспринимаю это как вот заработок в плане цифр, это для меня это другая категория, но ради денег нет, потому что ты не сможешь справляться с потребностями других людей, в общении, в обратной связи, в поддержке и в помощи, если ты не эмпатичен. А ради чего тогда стоит идти в нутрициологию? Вот если у тебя есть в любом случае внутри вот этот зародыш помощи людям, когда ты действительно искренне вникаешь, что с ним происходит, и действительно ты осознаешь, что да, у тебя есть, это одна из составляющих твоего счастья, что ты полезен, что ты действительно помогаешь людям. Не у всех есть такая задача, на самом деле, не всем это нужно, но в человеке должна быть такая потребность, иначе ты разочаруешься в профессии, ты будешь психовать, беситься, а человек в таком состоянии, он не может помочь человеку. Это ты говоришь про призвание помогать людям? Да, ты говоришь, кому не надо идти в нутрициологию, ты говоришь про интровертов и экстравертов, я считаю, что с людьми может работать и интроверт, и экстраверт, вообще без разницы, но с людьми не может работать неэмпатичный человек, поэтому многие выходят, например, от нутрициологов или от врачей со слезами на глазах, это очень частая история, поверь мне, ко мне приходили, например, клиенты, и первые, допустим, после часа говорили, а вы не будете на меня кричать? Я говорю, или вы не будете меня ругать? Я говорю, это как? Они такие, ну вот у меня была консультация, допустим, у другого вентрициолога, так она на меня прям кричала, и говорите, как вы можете это есть? И так далее. Да, вот ты на меня так смотришь, и я примерно так же, вот так вот потаращивала глаза, и говорила, в смысле, это помогающая профессия, и основа вообще поддержки, что ты помогаешь человеку, ты вот берешь его за ручку и ведешь его туда, понимаешь? Вот следующий вопрос, как раз таки про туда, смотри, тут важный момент есть в том, что это анализы, это состояние твоей здоровья, это состояние твоих органов. Это психологическое состояние, ты параллельно можешь выдавать огромный список других специалистов, то есть если я вижу, что человек находится в депрессии, я не скажу, сейчас мы начнем есть, и это все решит, я обязана сказать, что да, я вам помогу вот здесь, и это область моей компетенции, но есть еще ваша зона ответственности, и вы должны пойти к психологу, иначе мы не решим с вами эту задачу. Вот я знаю, я про другое хотел спросить, насколько это огромная ответственность для человека, ну вот прикинь, ты мне, например, скажешь, коль попей вот эти витаминки, вот эти витаминки, вот эти витаминки, проходит какое-то время, я прихожу к тебе, а у меня еще хуже все стало, ну может же такое быть? Я тебе хочу сказать, что да, но как бы глобально хуже, конечно, не может стать, но это огромная ответственность, и это важно разделять. У меня же тоже был большой период, когда мне писали, я убрала сахар, и мне вот прям пишут, и звонят, ты будешь человеком, которого будут обвинять во всем. В том, что ты убрал сахар, теперь тебе плохо, в том, что ты перестал есть булки, и тебе теперь нет сил, и что ты теперь психуешь, и в общем вот весь этот негатив, который человек будет проживать при смене образа жизни и питания, он будет уходить на тебя. И я всегда говорю, даже на вебинарах, на лекциях, что сейчас вы будете меня ненавидеть, но я с этим справлюсь, это моя задача, но потом вы скажете мне спасибо, и надо к этому быть готовым, и надо быть готовым, тоже вот эти рамки выставлять. Да, давайте разберемся, поэтому вы должны мне отчитываться каждый день, поэтому вы должны вводить, например, нутрицептики, так, как я говорю, а не так, как вы хотите, вы должны купить только то, что я говорю, а не потому, что вам какая-то сетевая компания посоветовала ТОТО, я отвечаю за то, что я рекомендовала. И понимаешь, ну то есть это огромная ответственность, конечно, конечно. Я это понимаю, но я честно говорю, я без обид, извини, пожалуйста. Честно говоря, для меня профессион-нутрицциолога, она была такая, до этого интервью, он такой, ну вот это попей, вот это не пей, вот это вот сделай, вот это вот не сделай, Ты сейчас говоришь вообще о каком-то огромном, глобальном, тяжелом труде И у меня вопрос, а вот нас смотрят зрители, а зачем им тогда это все? Слушай, ну... Зачем им становиться нутрициологами? Потому что ты видишь этот результат до-после, потому что тебе говорят, я забеременела Потому что тебе говорят, у меня больше нет псориаза, потому что у меня огромное количество энергии Ты вчера видел свою маму Это кайф, когда приходит человек и говорит, Ксения, вы как бабка Шептуния, да, сказали А я теперь вообще дожила там почти до 50 лет и первый раз в жизни действительно отказалась от продукта И теперь у меня вот тут не болит, вот теперь у меня такое количество энергии Ну это кайф, ну как бы, а как это твоя, ну в каждой профессии есть свой кайф Вот мой, конечно, в этом, в том, что мне, конечно, ты иногда, у тебя глаз дергается Допустим, чтобы ты понимал, большинство людей вообще не понимают, что нельзя писать в 10 вечера, нельзя писать в воскресенье И у меня было несколько клиентов, кому я просто возвращала деньги, потому что я 5 раз предупреждаю, что мне нельзя писать в воскресенье И они все равно это делают, при этом я не врач скорой помощи, это надо понимать Да, вы можете написать остро, но это вопросы не касаются Вы знаете, я пошла в магазин, вот стою, не знаю, какой хлебушек выбрать Это можно сделать в будние дни, но точно не в воскресный день, когда у меня там может быть 2 часа выходного дня Были ли у тебя моменты в жизни, когда ты хотела все бросить и сказать, да все, оно пошло, оно я не буду Нет, вообще ни разу Даже когда я плакала от усталости, особенно в момент, когда мы открывали школу И мы работали просто сутками, я говорю о том, что вот, допустим, школе, сейчас уже академии Было 3 года, уже больше 3 лет, и я всегда говорю, что у меня не было ни одного выходного дня И когда говорят, что ну это же онлайн, я всегда говорю, ребят, офлайн, вы вышли на работу, вернулись домой И вас вообще не волнует, что там происходит ночью, выходные и так далее Когда ты онлайн и когда это твоя целая школа, когда у тебя учатся тысячи учеников Ты работаешь 24 на 7, во всех своих поездках я работаю То есть, чтобы ты понимал, там телефон и компьютер у меня есть в разных офисах, в разных домах, в разных городах То есть у меня дублируется информация и так далее Я работаю вообще везде, я сижу в аэропорту, я работаю, я сижу в самолете, я работаю Да, маленькая ремарка от Николая, когда мы записываем видео, мы записываем их за один день сразу там 4-5-6 штук И когда мы заканчиваем, камеры останавливаем, Ксюша говорит, так, стоп, мне нужно поработать И мы это говорим, у нас перерыв на работу Смотри, давай финальный вопрос Зрители, которые посмотрели это видео сейчас, допустим, решили стать нутрициологами Классная, крутая профессия, много работы, интересной работы Я тебе скажу, знаешь, кто решает стать нутрициологами? Все наши ученики, которые пришли, вылечили себя за счет еды Увидели, как изменилась жизнь их семей И они сказали, боже, ты говоришь, а почему тогда я должен стать нутрициологом? Потому что они сидят, например, там экономист И считают цифры, как я сидела, считала Но в чем кайф? Ну да, хорошо, ты там свел бюджеты, у тебя все круто, результаты, ну да Но когда там твой ребеночек становится здоров Или когда ты сам себе там создал красивую кожу лица Конечно, это кайф Вот этот кайф, он ничем не передается И именно наши выпускницы, наши ученицы Потом решали становиться нутрициологами И чтобы ты понимал, сейчас мои кураторы Это когда-то выпускники моей школы Которые потом прошли обучение Вернулись и стали работать Потому что они сказали, что да, мой путь когда-то начался с вашей школы С моего изменения здоровья А теперь я также хочу научить, помогать людям Чуж, окей, финальный вопрос Допустим, наши зрители сейчас посмотрели это видео и такие Мы хотим быть нутрициологами, помогать людям, зарабатывать хорошие деньги Что делать? Что делать? Ну, во-первых, да, понять, что ты этого хочешь Во-вторых, можно перейти в инстаграм нашей академии Академии интегративной нутрициологии Ссылки у нас будут в описании к этому видео Там вы можете почитать всю информацию о курсе О том, как стать, что входит в годовое обучение Вы можете оставить свою заявку в директ в том числе Мы с вами свяжемся И вы можете вносить оплату за обучение При этом оплата за обучение Те, кто заканчивал когда-то нашу школу и был учеником Мы делаем скидки Да, совершенно спокойно И сейчас в современном мире можно вообще брать рассрочки Беспроцентные рассрочки В том числе от различных наших банков-партнеров И вы учитесь и платите ежемесячный платеж Не надо платить всю сумму, как это, например, платила в свое время я Или, например, когда у тебя за границей обучение стоит миллионы Ты через это тоже проходила? Я через это прохожу сейчас, да, в том числе Смотри, допустим, я все это прошел, подписался на инстаграм, написал в директ, начал обучение Есть ли шанс того, что через месяцок-другой я уже начну принимать клиентов и отбивать свое обучение? Во-первых, ты начнешь практиковать с первого месяца, потому что наша практика заложена изначально в обучение У всех будут тьютеры-нутрициологи, которые вас будут сопровождать Тьютеры это? Тьютеры, ну как бы это сопровождающий, дипломированный нутрициолог, который тебя постоянно рассказывает Помимо всей обучающей программы, как ты должен работать Плюс мы с первого месяца обучения выдаем кейсы живых людей, на которых вы практикуетесь Настоящих Настоящих, под сопровождением вашего куратора и вы практикуетесь уже на них Через три месяца вы получаете практически базу и основу нутрициологии И мы через три месяца обязательно выдадим сертификат Вот с сертификатом консультировать уже по питанию вы можете А через год, когда мы пройдем лабораторную диагностику, когда мы изучим нутрицифтическую поддержку Мы уже выдаем диплом государственного образца с правом ведения деятельности И тогда вы уже можете работать не только с питанием, но и с нутрицифтиками Но через три месяца совершенно спокойно И я вообще бы всегда рекомендовала начинать получить огромную практику консультации по питанию Нежели чем по нутрицифтикам Потому что нутрицифтики сегодня есть, завтра их нет Вот, это абсолютно нормальная история И я точно так же говорю всегда своим ученикам и клиентам Что смысл не в том, что вы пьете А смысл в том, что вы едите на постоянной основе Ну, пример с матерью на самом деле великолепный Вот, мы же, кстати, да, мы же поэтому так и сделали И договорились, что да, мы не принимаем сейчас никакие нутрицифтики Мы смотрим, как можно только за счет питания Изменить свое самочувствие, улучшить И поэтому, это в том числе моя принципиальная позиция Что да, мы выпускаем нутрициологов Вот у вас есть хороший срок Практикуйтесь, берите как можно больше клиентов Сопровождайте их качественного порционного питания Сами убедитесь в том, что питание работает Потому что, если вы кинетесь сразу же работать с питанием и с нутрицифтиками Вы скажете, ой, да, круто, я вот такой великий Умею работать А если завтра этого нутрицифтика не станет То что вы будете делать? Вы должны уметь работать, ну, как я это называю, руками С питанием, с рационом То, что в любом случае есть у каждого человека И когда вы убедились, поняли, что да Вот внутри, то есть вы настолько должны быть уверены на 200% Что питание это основа Что когда вы это будете транслировать своим клиентам И у них не будет тогда сомнений А если вы такие, ну, я не знаю, тут питание не сильно Давайте мы еще вот тут вот 20 баночек попьем Да, вот тогда точно вам поможет Вот лучше так не делать Ксюш, я предлагаю финалити И как модератор этого сегодняшнего интервью Прошу тебя обратиться к нашим зрителям Которые стоят по ту сторону камеры По сути, это наше первое видео из программы Стань нутрициологом, да, обучение профессии Поэтому прошу тебя обратиться к ним Честно, на духу Кого ты ждешь, кого не ждешь И спасибо тебе за ответы на мои глупые вопросы Они не глупые, Коль, спасибо большое Итак, конечно же, я с великой гордостью и радостью Приглашаю вас обучиться новой профессии Это профессия будущего Это великолепнейшая профессия, которая позволяет вам реализовать себя Если вы чувствуете в себе потребность помогать людям Если вы хотите помогать в том числе себе и членам своей семьи При этом работать из любой точки мира Зарабатывать хорошие деньги, а зарплата нутрициолога Это всегда больше 100 тысяч рублей в месяц Я вас искренне приглашаю в нашу академию интегративной нутрициологии Где вы обучитесь у лучших специалистов Будете находиться под сопровождением лучших дипломированных нутрициологов И где вам будут читать лекции Лучшие специалисты на сегодняшний день И в интегративной нутрициологии, и в интегративной медицине Приходите, пожалуйста, по ссылке в инстаграм Академии интегративной нутрициологии Узнавайте всю информацию, задавайте вопросы Мы обязательно с вами свяжемся и ответим на них Спасибо тебе огромное Спасибо, Коль